Ваше приветствие. Всем добрый вечер или доброго времени суток. Я Каневская Нина Викторовна, преподаватель ВИИП, кандидат психологических наук. Я работаю в области юнгенского анализа и танцевальной двигательной терапии. Юлия, милая, добрый вечер. Моя такая вот душевная страха в том, чтобы соединять тело, дух, душу. И сейчас, когда такая ситуация у нас происходит непростая, прямо так скажем, мы в ней находимся впервые, я открываю серию рефлексивно-медитативных практик. Их будет три. Они будут проходить по пятницам. И о следующих вы получите информацию. Основная задача этих практик – это сформировать, я так подумала, майнд-иммунитет. Если следовать исследованиям, которые были проведены в области танцевальной двигательной терапии в Великобритании, то симптомы, которые невозможно медицински отследить, можно было вылечить с помощью эффекта плацебо на 50%. Это исследование, которое научно, это научно-газдоверный результат. Почему я об этом говорю? Это говорит о том, что наша внутренняя уверенность и наш мозг может создавать гораздо больше, чем мы думаем. Поэтому мой вклад в стабилизацию внутреннего состояния, при том, что мы не обходим стороной все профилактические меры, которые сейчас необходимы, заключается в том, чтобы сформировать, прежде всего, такое пространство. И сегодня у нас будет встреча посвящена созданию внутренней стабильности и укреплению пребывания в теле как основу соединения разума, или, будем говорить, духа, души с телом. Вторая наша встреча будет посвящена укреплению внутренней стабильности, способности наблюдать и усиливать осознанность и уверенность. А третья наша встреча будет посвящена укреплению способности влиять на себя, на свое состояние. Способность наблюдать нам нужна для того, чтобы это состояние отследить вовремя, уже поймав его, так сказать, изменения на начальном этапе, и стать агентом положительных изменений. Я уверена, что эмоциональное состояние человека очень влияет на его благополучие, его иммунитет, ну и в том числе на состояние близких. А сейчас большинству людей придется быть в контакте со своими близкими намного интенсивнее, чем мы это привыкли делать. Поэтому давайте начнем. Практика будет состоять из нескольких слоев. Один из них будет возвращение к своему сенсорному образу тела. Затем мы пойдем в развитие осознанности телесной. Потихонечку сформируем определенное состояние, которое будет также создано через эмоциональное погружение в определенные комфортные воспоминания. И чем закончим, позвольте, я оставлю этот момент открытым, потому что обычно интуитивно как-то я, работая на группу, это найду. Сейчас нас немного. Огромное спасибо, что вы сегодня присоединились, потому что информация поступила достаточно поздно, чтобы подготовиться. Но те, кто присоединятся к нам уже в видеозаписи, уже сейчас я как-то приглашаю вас в своем видении группы как более широкой. Ну что, подойдет такой режим нашей встречи? Устраивайтесь поудобнее. Можно лечь. Можно сесть. Спасибо. Можно сесть. Если вы начнете засыпать, это не страшно. Если ваши мысли начнут куда-то уходить, это тоже не страшно, потому что сейчас задача предоставить пространство себе, и ваше бессознательное лучше знает, как все обустроить. И я как ингианский аналитик очень намерена работать с коллективным уровнем бессознательного. Поэтому потихонечку я сейчас говорю и настраиваюсь на глубинный подход в этой рефлексивно-метативной практике. Я надеюсь, что вы уже нашли такое удобное место. Вы легли или сели. Прикройте, пожалуйста, глаза. И попробуйте ощутить себя внутри тела. А сейчас откройте глаза. И останьтесь внутри тела, несмотря на то, что глаза открыты. Сделаем еще один шаг. Поместите свое внимание за глазами. Примерно вот в этой области внимание помещается сюда. За глазами. Попробуйте остаться в этом месте, когда вы прикроете или закроете глаза. И просто обратите внимание на свое дыхание, задав вопрос. Как я дышу? Обратите внимание, как воздух проходит через нос. Как он попадает в дыхательные пути. Возможно, кто-то заметит, что он где-то там останавливается, где заканчивается шея или начинается шея. И даже тем, что вы это замечаете, вы почувствуете, что грудной отдел начинает быть более активным, в расширении сжатия. И воздух постепенно попадает все глубже и глубже. И даже звуки, которые, может быть, есть снаружи, которые вы слышите, пусть будут некий такой колыбельный, колыбельный, который говорит о том, что мы все с вами связаны друг с другом. Мы есть. Так. После того, как мы обращаем внимание на дыхание, мы переходим к сенсорному образу тела. Начинаем собирать ощущения со стоп. Перенесите свое внимание в стопы. И начните собирать ощущения со стоп, с верхней поверхности, с той поверхности, которая соприкасается с землей. И сейчас эти ощущения являются самыми важными, самыми превалирующими. Все остальные ощущения в контексте. И как существовало такое прибавление звука на магнитофоне, когда мы крутили колесико. Вот сейчас вот усильте эти ощущения в стопах до максимума. Прибавьте их интенсивность. И с выдохом уменьшите. И позвольте им идти. Отпустите их. Как корабли к реку. Мы поднимаемся своим вниманием к лодыжкам и голеням. И теперь наше внимание находится там. И мы собираем ощущения с лодыжки и голеней. С лодыжек и голеней. Правой и левой ноги одновременно. Эти ощущения сейчас самые важные. Другие в контексте. Усиливаем. И отпускаем. С выдохом. Мы переходим вниманием к коленям и бедрам. Собираем ощущения с внутренней поверхности бедер, с внешней. Обращаем внимание, где комфортно, где нет. Где напряженно, где расслабленно. Где тепло, где холодно. В какой-то момент усиливаем эти ощущения. Прибавляя их интенсивность. И с выдохом отпускаем. Переносим внимание в тазовую область. Но прежде чем мы это делаем, мы соединяем своим вниманием стопы, лодыжки, голени, колени, бедра. Наши ноги приобретают такую единую, слаженную структурную схему, которая переходит в тазовые кости и в таз. И мы помещаем внимание в тазовое дно, в котором много наполнения, много органов. То есть помещаем это внимание, свое внимание туда, собирая ощущения снаружи, с кожи, живота и поясницы, с коробчика. И собираем ощущения изнутри, так называемые проприоощущения, проприоцитивные изнутри. Возможно, ощущая, как в глубине что-то происходит и наполняется или опустошается, напрягается или расслабляется. Усиливаем ощущения в тазовом дне и с выдохом отпускаем. Сейчас мы снова возвращаемся к стопам, но мы будем подниматься от стоп до тазового дна и даже выше к грудному отделу, осуществляя спиральные движения. Спиральные движения своего внимания, которые охватывают, обматывают обе ноги. Можно по очереди, можно сразу обе. Обхватывая, обматывая и поднимаясь через тазовое дно, к грудному отделу. И собирая ощущения уже в таком спиральном варианте, который обнимает и переднюю, и заднюю, и боковые части тела. Соединяя твой единый объем до шеи. И снова мы обращаем внимание, где есть больше напряжения, где меньше. Где комфортно, где нет. Где тепло, а где холоднее и холодно. Переходим в шею таким же спиральным движением. Мысли. И отпускаем. Выдыхаем. И подобное мы проделываем с правой и с левой рукой. Начните с какой-то одной и соберите ощущения с мизинца. Затем с безымянного пальца, переходящий в средний, в указательный, в большой. Поднимаются эти ощущения по внутренней поверхности руки. Обнимают плечо и спускаются по верхней поверхности руки. Через локоть снова попадает в мизинец. Усиливаем ощущения руки, все остальные ощущения в контексте. И глубоко выдохом отпускаем. Обращаем внимание на левую руку. Делаем то же самое. Я со своей левой рукой, не знаю, какая у вас. Мизинец другой руки. Безымянный палец. Средний. Указательный. Большой. Ощущения бегут по внутренней поверхности руки. Обнимают плечо. Через подмышку поднимаются наверх плечо и спускаются вниз по внешней стороне руки. Снова попадают в мизинец и за мной. А сейчас мы возьмем спиральные движения и спиральным движением внимания окручиваем, закручиваем, начиная с пальцев и поднимаясь вверх к рукам через запястье, локоть, предплечье, плечо. И соединяя обе эти спирали шеи как единую спираль и поднимающиеся по голове, собирающие ощущения с затылка, с лица, доходящие до макушки и фонтаном, не спадающие вниз до стоп. С выдохом. Итак, это сенсорного обраста. Добавляем усиление телесной осознанности и таких важных феноменов для тела, а также и для психики, как заземление и ощущение собственного веса. Представьте себе, что стопы сейчас, как шасси у самолета выходят, у него лопасти открываются, дверцы. Вот так же в стопах какие-то дверцы открываются и прорастают корни вниз. Сейчас мы начинаем работать с образами. Нам нужны образы для того, чтобы через образы задействовать определенную работу определенных зон мозга. И когда эти зоны мозга работают в такой синергией, создается совсем другое состояние. Кому не нравится образ корней, которые стремятся к центру Земли, попробуйте с лучом света или с водопадом. Также корни, луч света или водопад производятся из копчика. Копчик тоже становится такой важной частью, из которой начинается рост корней в глубь земли, падание воды или направление уча света. Усиливаем эти ощущения, прибавляя их интенсивность, как на магнитофоне и с выдохом отпускаем. Представляем себе, что на вдохе из корней мы помогаем соком из земли или просто энергией земли подниматься через ноги в таз и с выдохом этот поток уходит в землю опять. он может поступать через ноги, а уходить как будто бы за пределами тела просто сбрасываясь в ней. Вместе с этим мы начинаем направлять дыхание из макушки к копчику противоположное движение сверху вниз. До этого было снизу вверх, сейчас снизу вверх, сейчас сверху вниз, начиная с головы, с макушки и опускаясь в копчик. Вдох и выдох, поднимая выдох и энергию или соки до головы и разрешая им как по фонтану не спадающий спадать в землю. Соединяем два потока, идущие с земли и идущие сверху, пусть это будет небо. Они соединяются в тазовом дне, на вдохе и на выдохе уходят в каждую свою сторону, но в результате все равно падают все на землю. то же самое можно представлять и в положении силы и в положении лежа, потому что сила гравитации существует в любом положении. Лежите вы или стоите, все равно вес стремится вниз. сейчас должно возникнуть представление о целостности тела, о единстве всех его частей, собранности. и просто вспомните место, в котором вам было хорошо, очень хорошо, где вы чувствовали себя максимально комфортно. Вспомните это место, воспроизведите его в своей памяти. позвольте себе дышать свободно. и обратите внимание на то, как тело реагирует, когда вы вспоминаете такие ощущения, такие состояния, такие события. И пусть каждая клеточка тела запоминает, записывает в свою память это состояние. И сейчас мы переходим на клеточное дыхание. Как если бы каждая клетка могла дышать, у нее был свой рот, свои легкие. Разрешите каждой клеточке своего тела дышать. В клеточке Попробуйте вспомнить от трех до пяти событий сегодняшнего дня, которые вызвали в вас благодарность, которым вы действительно благодарны. Это могут быть очень маленькие события. Например, кофе сегодня оказалось очень вкусным. Или солнце сегодня оказалось очень ярким и вы смогли его увидеть. Или кто-то улыбнулся, что-то помог, позвонил, спросил, как дела. Еще что-то. Попробуйте найти те события, за которые вы благодарны. И разрешите себе наполнить с этой благодарностью. Разрешить этой благодарности наполнить вас внутри. Это физическое ощущение, которое тело тоже проживает. Распространяйте это чувство благодарности в теле, как оно будет выражаться в ощущениях. Запоминайте, как это быть в таком состоянии. Мы переходим к заключительной стадии. Это к укреплению пребывания в теле. Представьте себе свое сознание, как оно может выглядеть. Может быть, это шар. Обычно могут представить, что это шар какого-то цвета, белого, желтого или другого, находящийся в голове. Попробуйте соединить движение этого шара вдоль по позвоночнику, соединяя с вдохом и выдохом. Вдох. А на выдохе шар пошел вниз по позвоночнику. Достиг копчика. На вдохе поднялся обратно. На выдохе опустился. Поднялся. Мы укрепляем свой иммунитет. Опускается шар. Поднимается. Мы усиливаем свою внутреннюю стабильность. Мы переживаем тело, как безопасный дом для нашей души. Обращаем внимание на то, как площадь, какова площадь тела, кожи, которая соприкасается сейчас с какой-то поверхностью. Кровати, дивана, пола, стула. Обратите внимание, какая поверхность кожи и тела соприкасается с другой поверхностью, которая вас поддерживает. Просто обратите внимание на то, что другая поверхность вас держит. И разрешите все большему количеству миллиметров кожи распластываться и мышц распластываться и доверять этой поверхности. И сейчас возьмите то, что вам больше не нравится. Если вам больше всего понравилось и то, что на вас больше всего имел эффект. И просто ту часть практики, которая вам больше всего понравилась, воспроизводя, скажите себе вслух «Я есть». «Я есть». С выдохом и направляя весь поток вниз. Я существую. «Я есть». «Я есть». «Я есть». «Я есть». Медленно, мягко откройте глаза. Но разрешите всему тому, что внутри наполнено, оставаться. И сегодня, мне кажется, самое главное послание, которое я бы хотела, чтобы оно осталось, это то, что мы живем свою жизнь, независимо от того, что происходит. Мы должны жить свою жизнь. Она никуда не девается. Она остается с нами. Возвращайтесь к этой практике в течение недели. Хорошо бы каждый день. Возможно, вы возьмете какой-то кусочек, который вам понравился. Это не обязательно уже делать так сосредоточенно. Можно к этому возвращаться даже просто стоя на кухне или кушая, или ведя машину. На сегодня мы заканчиваем. Но это первая часть. Будет еще две. Будем встречаться каждую пятницу. Кто не может в записи. На сегодня я, как с вами, прощаюсь. Желаю хорошего вечера. И доброго вечера. Спасибо. 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 Продолжение следует...